В КФУ с визитом прибыл генеральный консул Турции. Руководство университета обсудило результаты мониторингово-социологического исследования. В Казанском федеральном университете состоялась научно-практическая конференция «Языковой вкус эпохи». 6 февраля в зеленом зале КФУ прошел ректорский семинар, на котором руководство университета обсудило результаты мониторингово-социологического исследования, проводившегося среди студентов вуза. О его результатах вы узнаете из сюжета нашего корреспондента. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с руководителями подразделений ВУЗа, чтобы обсудить результаты исследования, проведенного социологами среди студентов КФУ. Работа затрагивала вопросы прохождения практики, условий проживания в общежитиях, процесса обучения и многого другого. Ректор прокомментировал все проблемы, выделенные спикерами в ходе семинара, и предложил руководителям подразделений вместе искать пути их решения. 50 с лишним процентов сказали, что постоянно усталость, утомленность, может быть, скриник, и все-таки скриник сделать, здоровье. И вот сейчас мы будем принимать решение по обустройству в новом формате библиотеки. Если там с расписанием есть проблемы, понятно, надо улучшать этот вопрос, да, но тогда у них должно быть место локализации, то есть пошел в библиотеку, уединился там, поспал, почитал, поработал и с друзьями пообщался. То есть мы сейчас будем делать вот эти вот нарезки в библиотеке. Выбор конгентирования составил 3500 респондентов. Также ученые провели пять фокус-групп среди бакалавров и магистров всех курсов, во время которых они обменивались вопросами и предложениями по решению проблем университета. В целом в университете студенты удовлетворены и учебой, и в целом удовлетворены и предметами, которые получают, и практикой. Ну то есть есть, конечно, вот нюансы, над которыми в последующем будем работать, но в целом удовлетворенность высокая. Это далеко не последнее исследование социологов КФУ в среде университета. Ученые уже ставят перед собой новые задачи. Следующее исследование планируется по теме корпоративный университет. Мы планируем опрашивать преподавателей. Будет, опять-таки, и количественный опрос, то есть мы сделаем анкету, а также будут проведены интервью с преподавателями, чтобы выяснить наиболее боевые зоны и точки, которые есть в университете. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Лев Деденко, Универньюз. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный консул Турции из Сметарикан. О деталях визита вы узнаете в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл генеральный консул Турции из Сметарикан. Своё знакомство гость начал с музея истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию университета и рассказал о богатой истории вуза. Визит продолжился в кабинете ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Сторонно обсудили международные проекты. Генеральное консульство будет способствовать восстановлению контактов. Сейчас у нас в Казанском университете развитие международных связей происходит по линии развития международных проектов. Причем в этих международных проектах несколько стран сразу участвуют. И вот господин генеральный консул, он пообещал нам помочь искать, найти партнеров. Как со стороны академических институтов, научно-исследовательских институтов, так и со стороны бизнеса в участии в проектах. Господин Исметерикан назвал встречу с ректором Куфу визитом вежливости, добавив, что Казанский федеральный университет имеет особое значение для столицы Татарстана. Казанский федеральный университет занимает особое место. У университета прекрасные отношения с Турцией. Сегодня я здесь визитом вежливости к господину ректору. У вуза прекрасная двухсотлетняя история, и это ощутимо. Я считаю, что вам, студентам, повезло, что вы здесь учитесь. Уверен, когда вы станете выпускниками, вы с гордостью будете говорить о том, что вы учились здесь. Университет Кендай – один из крупнейших университетов Западной Японии, основанный в 1949 году. 6 февраля его сотрудники посетили Казанский федеральный университет в рамках научной конференции. Подробности в сюжете. 6 февраля в Казанском федеральном университете на базе Института вычислительной математики и информационных технологий состоялся российско-японский симпозиум. Участие приняли сотрудники в профильном институте науки и технологий университета Кендай. На церемонии открытия научной конференции гостей из Японии поприветствовал директор Института вычислительной математики и информационных технологий Сергей Мосин. Затем участники симпозиума приступили к обсуждению актуальных проблем в направлении компьютерных наук, информационных технологий, прикладной и вычислительной математики. Основная цель – это познакомиться с научным коллективом двух университетов друг с другом и найти общие темы для выполнения научных исследований. И в ближайшей перспективе мы рассчитываем на открытие совместных образовательных программ. Университет Кендай входит в Ассоциацию вузов сотрудничества России и Японии. Связи с этим университетом развиваются уже несколько лет. Атмосфера симпозиума очень формальна, а картуальна. Я думаю, что после моего разговора мы поговорим о наших темах глубже. Развитие сотрудничества двух университетов должно послужить основой создания потенциала для получения новых технологий в сфере компьютерных наук. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 6 февраля в Казанском федеральном университете состоялась научная и практическая конференция «Языковой вкус эпохи». Подробности смотрите в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась 19-я международная научно-практическая конференция «Школьников и студентов. Языковой вкус эпохи». Это одна из традиционных конференций, чтобы ученики, студенты, сейчас уже участвуют и магистранты, почувствовали вот этот вот вкус языка. Больше ста человек представили свои научные доклады в четырех секциях по следующим направлениям «Иностранные языки», «Страноведение» и «Лингвострановедение», «Интегрированное изучение школьных предметов на иностранных языках» и «Современные педагогические технологии». Все участники конференции получили сертификаты, а лучшие доклады были отмечены дипломами первой, второй и третьей степени. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Всем известно, что студенты учатся не только в стенах университета, но и за его пределами, а помогают саморазвитию различной научно-познавательной конференции. Одной из таких является «Школа молодых ученых Казанского федерального университета». В этом году она пройдет уже в третий раз. Подробности в сюжете. 20 февраля на базе Института международных отношений Казанского федерального университета состоится традиционная школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия. Она проводится уже третий год в формате научно-познавательной конференции с целью повышения наукотворческого потенциала и активности студентов как молодых ученых. Проект популярен не только внутри вуза, но и среди студентов из других республик и даже зарубежья. В этом году участие примут 56 иностранных студентов. Конференция всегда проходит в необычном формате. У нас нет так называемых пленарных секций, пленарных заседаний, у нас нет отдельной работы секций, у нас есть дискуссионные панели, есть мастер-классы, квесты, есть просто встречи с интересными учеными. Цель школы заключается в популяризации науки среди молодежи, а проект представляет нам эту сферу максимально доступной и понятной. В этом году школа посвящается столетию ТАСССР и будет проходить в течение трех дней. Статьи и проекты победителей будут опубликованы в журнале «Казанский вестник молодых ученых». Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Подробности можно узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Диана Жилинкова, Фарид Захид Углы, Универт Ньюс. Именитые игроки хоккейного клуба «Акбарс» прошли медицинское обследование в университетской клинике Казанского федерального университета. Смотрим. Университетская клиника Казанского федерального университета является одним из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан, оказывающих все виды медицинской помощи. Медицинское обследование здесь проходят и именитые хоккеисты, В их числе и игроки хоккейного клуба «Акбарс». Университетская клиника обладает полным спектром возможностей. То есть все специалисты, все оборудование нужно есть. Плюс удобная транспортная доступность для нас. Рядом с базой находится клиника. Поэтому мы решили здесь проходить. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета провели качественное медицинское обследование игроков. И, что немаловажно, в кратчайшие сроки. Отлично, все на очень высоком уровне. Все организовано очень хорошо. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На сегодня у меня все. Не забывайте про лайки и комментарии в наших социальных сетях. Пока-пока.